Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова Сегодня у меня в гостях Инна Крижевских, терапевт, гастроэнтеролог, заведующий поликлиникой Центра диагностики и лечения ЛАЙТ Здравствуйте, Ирина Петровна Доброе, прекрасное, солнечное утро Сегодня 11 мая в США Это день очень знаменательный для американцев Когда позволено ей все что угодно Это называется, ну так и называется, день, когда можно есть то, что хочется В России есть аналог данного праздника, наверняка вы знаете, 2 июня Это день отказа от излишек в еде Прокомментируйте, пожалуйста, насколько такие два праздника отражают менталитет и национальную особенность каждой страны Давайте будем называть вещи своими именами То есть 11 мая американцы позволяют себе такой день обжорства То есть раз в году Раз в году, но я думаю, что это не раз в году, потому что именно эта нация на первом месте, пожалуй, сегодня по такой проблеме, как ожирение И далеко не для них данный праздник Ну и в нашей стране тоже люди очень любят к пристрастиям пищи Хотя ожирение на сегодняшний день и для нас является одной из причин таких смертельно опасных заболеваний Поэтому рациональное питание для человека актуально ежедневно, а не раз в году И это все прекрасно понимают Но любой человек как радость, как счастье воспринимает пищу Поэтому психологическую разгрузку, я считаю, что может для себя устраивать любая нация Но при этом всегда помнить, что для тебя полезно, что менее полезно Для того, чтобы сохранить свое здоровье и качество жизни на длительные годы Мы все хотим жить долго и счастливо Поэтому в менталитете любого человека и любой нации хорошо и вкусно покушать Это радость, это удовольствие Но при этом нужно найти некую золотую середину в своей повседневной жизни Поэтому менталитет каждого человека – это порадовать себя И мы этим активно занимаемся в Новый год, в любые другие праздники Поэтому мы не будем осуждать американцев Мы понимаем, что и у нас такие пристрастия существуют Но все-таки давайте поговорим о том, как же нам правильно питаться Да, мы как раз подходим к теме нашей программы Это, как вы верно отметили, что излишества в еде зачастую, нередко вызывают определенные осложнения Сегодня именно я предлагаю начать с разговора о сезонных осложнениях Которые вызваны изменением в питании Которые вызваны в данный момент погода хорошая Походами на шашлыки, барбекюр, всевозможные пикники Давайте поговорим именно о тех заболеваниях, которые напоминают о себе Так или иначе именно в сезонный период – это весна и осень Все очень хорошо знают и давно человечеством изучено, что в сезонный период – весна-осень Это два периода обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта Почему так? Что происходит весной, что происходит осенью? Почему человек вдруг начинает себя чувствовать плохо? Ведь все было достаточно хорошо И питался он как раньше То есть он то же самое ел летом, он то же самое ест зимой Давайте расставим акценты и поймем, почему это происходит Мы прекрасно понимаем, что весна-осень – это два периода, когда идет смена атмосферного давления Идут колебания различные, и мы все метеозависимы Такое есть сейчас понятие То есть в человеке тоже происходит смена давления, вегетативно-нервная система перестраивается И идет синтез определенных стрессорных гормонов Мы прекрасно знаем, что осенью нам немножко грустно Нам немножко хочется спать Да, мы очень привержены к какой-то усталости, вялости, апатии Что делает человек? И, естественно, он прибегает к самому простому лекарству Это съесть что-нибудь вкусненькое То есть себя порадовать, где-то восстановить свой эмоциональный фон И вот здесь человек очень часто, не замечая того, начинает кушать определенные продукты Которые содержат большую концентрацию витамина С Это уже природой предрасположено Да, человек так устроен Он витамином С, как антиоксидантом, как некое закисление Мы знаем, что у нас желудок тоже огромная фабрика по синтезу кислоты Это его работа, это его задача И вот в этот период кислотность становится более агрессивной Точкой приложения кислотности желудка является собственная слизистая Если есть генетическая предрасположенность Если уже ранее были такие хронические моменты обострения То осенью очень часто обостряются кислото-зависимые заболевания Это гастриты и язвенные болезни Это закономерные вещи, и многие об этом, зная, прибегают к таким кратким курсам Такой небольшой терапии для того, чтобы себя подстраховать Витамин С нам нужен Он тоже участвует в многих метаболических процессах Он поднимает действительно настроение, тонус Но при этом нужно не обострять заболевания желудочно-кишечного тракта Что происходит весной? Вот у нас сейчас солнце, у нас очень хорошо, наконец-то Но тоже происходит смена давления атмосферного Мы тоже начинаем больше активнее себя вести У нас вроде бы позитивное настроение происходит Но при этом колебания атмосферные продолжают на нас влиять Точно так же меняется гормональный фон, нейрогуморальная иннервация То есть мы опять-таки стремимся как-то компенсировать это едой Теперь уже мы поехали с вами на шашлыки, на что-то вкусное Это все жареное Это еще немножечко наш механизм биохимический не подстроился под это То есть здесь тоже нужно себя подстраховывать И точно так же происходит такая же ситуация То есть закисление общей среды в организме То есть мы понимаем, что кислота это агрессивный фактор И здесь снова происходит обострение опять-таки тех же кислотозависимых заболеваний И гастритов, и язвенной болезни Но за этим кроется еще много разных нюансов Люди осенью пьют такую противовирусную терапию Здесь тоже есть свои отрицательные моменты воздействия на слизистую желудку Мы очень много употребляем таблеток разных по собственной инициативе Они могут называться БАДами, они могут называться химически такими лекарственными препаратами Но они все воздействуют на слизистую желудочно-кишечную тракт Я хочу поведать о том, что в желудке ни одна таблетка не рассасывается Она рассасывается в тонком кишечнике То есть это не в априори того, что мы выпили таблетку, она упала и что-то там разъела Нет, она всесется в тонком кишечнике, опосредована с кровью Придет во все органы и ткани Но при этом ее побочные действия отразятся на том, что защитный слой слизи в желудке уменьшится в своем объеме И в зависимости от этого, насколько мы много и часто пьем те или иные препараты Опять-таки случается обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта И это закономерность из года в год повторяющаяся Мы все к этому подвержены, исключений нет Кто-то в большее, кто-то в меньшей степени Мы все об этом очень хорошо знаем И поэтому еда как первопричина того, что мы себя успокаиваем Мы себя радуем, мы себя благодарим за что-то Или просто хотим себе устроить праздник, обжорство Это все является причиной того, что на пороге у врача достаточно много людей в этот период А у врача именно, который занимается ЖКТ? И не только гастроэнтеролога, и у терапевта Потому что не все попадают, например, к гастроэнтерологу Многие идут просто к терапевту И терапевты это тоже замечательно знают и умеют лечить Давайте тогда обозначим определенные моменты в качестве шпаргалки для тех людей Кто не хочет в сезонные, в частности, периоды пострадать от подобных прогрессирующих заболеваний В первую очередь, я так понимаю, что это максимальный отказ от лекарственных средств, препаратов, БАДов в том числе То есть только по необходимости Правильно я поняла? Вы знаете, давайте мы обозначим, как это проявляется То есть очень часто первой жалобой у людей является такая жалоба Что я, в общем-то, поел немного А такое ощущение, что я съел слона То есть возникает ощущение тяжести и перенаполнения То есть это с чем связано? Вы действительно поели всю ту же пищу Но моторная функция желудка нарушена То есть он становится более ленивым, замедленным И вот эта функция распирания, тяжести, жалоба такая Она вот как раз доминирует Не всегда бывает изжога Не всегда То есть изжога – это уже такой более грозный симптом И поэтому, когда вы едите пищу И вдруг вы ощущаете, что пищеварительная система не справляется То это первый сигнал к тому, что идут нарушения в пищеварительной системе И нужно поменять стиль питания То есть нужно убрать тяжелую пищу То есть нужно перейти на кашки, на более жидкую пищу, более щадящую На овощи На овощи, да, более тушеные, потому что грубая клетчатка Там сырые овощи, они тоже порой раздражают Но к овощам у нас очень большая любовь к картошке Хотя она весьма неполезна Поэтому первым моментом Даже не прием таблеток А просто сменить стиль питания Сменить стиль приготовления пищи Это очень важно И желудок вам сразу поаплодирует И скажет, очень здорово, я сегодня справился Завтра я тоже справился И с этим состоянием можно справиться самому Если есть необходимость пить терапию лекарственную По поводу других заболеваний Очень много у нас людей пожилого возраста пьют аспирин Это показания к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний Мы не можем это отменить Тогда мы понимаем очень хорошо, что здесь нужно просто подстраховываться Другими таблеточками, которые будут держать под контролем Кислотную агрессию желудка Это какие? Это ингибиторы протонной помпы Все очень хорошо знают о мепрозол Но сейчас их очень много Ноль паза То есть сейчас нового поколения препараты С большим эффектом и меньшей нагрузкой на печень То есть здесь подбирается именно специалистам терапия сопутствующая Для того, чтобы не было таких грозных осложнений Как желудочно-кишечное кровотечение То есть можно таким образом себя еще подстраховать? Обязательно То есть люди, кто знают, что у них весеннее-осеннее обострение Они эту терапию обязательно пропивают То есть это стопроцентное показание к тому, чтобы себя оградить От таких осложнений, как язвенная болезнь и пробоедение язвенной болезни Это очень важный момент То есть все начинается со стиля питания Если мы хотим себя подстраховать какими-то таблетками Которые улучшат иммунную систему То здесь нужно четко почитать состав Нужно понять, что туда входит Особенно БАДы Потому что состав может быть разным И если вы знаете, что вы реагируете на препараты аспиринсодержащие А там они тоже существуют То значит тоже требуется какая-то поддерживающая терапия Защита По типу препаратов-ингибиторов протона и помп Инна Петровна, а что касается витаминов Какие лучше пить весной? Все равно там есть дефицит определенных веществ в организме Дефицит весной, конечно же, есть Мы пережили, опять-таки, очень пасмурную, хмурую зиму У нас в первую очередь на сегодняшний день Очень активно об этом говорится Что у нас с вами дефицит витамина Д Это витамин солнца Витамин, который участвует в синтезе всех гормонов Всех ферментов в организме Поэтому сейчас нужно обращать внимание На комплексные витамины В которых содержится витамин Д Их очень мало То есть в основном витамин Д пьется Отдельной позиции То есть там идет расчет Есть анализ, который мы в лайте делаем Активно на витамин Д И уже подбирается терапия Непосредственно Препаратом, который содержит только один витамин Д Комплексные витамины можно употреблять Пожалуйста, каждый для себя выбирает Смотреть на состав микроэлементов На состав железа То есть они все сбалансированы Насколько будет от них эффект Это у каждого свой То есть мы к витаминам относимся Очень сдержанно Потому что это синтетический витамин Я все-таки как гастроэнтеролог За то, чтобы витамины мы с вами получали С грядки В каких? Тогда где содержится витамин Д Если мы говорим на грядке и на овощах Витамин Д в овощах не содержится Он, к сожалению, содержится только в печени трески Печень трески Да, это морепродукты, рыба Он с грядки не растет Он синтезируется в нашем организме Под воздействием солнечных лучей Поэтому грядка здесь, конечно же, нам не поможет Но печень трески, насколько я понимаю, тоже довольно-таки тяжелый продукт Это продукт непростой Это продукт жирный Но там омега-3 ненасыщенные жирные кислоты И много его не съешь По разным причинам Но небольшой кусочек ежедневно Он тоже будет как источником Такого полезных омега-3 ненасыщенных жирных кислот И витамина Д А самое главное витамин Д Это вот выйти на солнце И находиться там целый день Солнечные ванны Как было положено в Советском Союзе Замечательно И поэтому особенно пожилые люди Им обязательно нужно выходить на улицу На солнце Они сейчас все сидят по домам Или в огородах Но тоже там Иногда они не получают необходимую инсоляцию И обязательно улыбаться солнцу Он продлевает жизнь Вот это витамин радости Мы с вами заговорили о витаминах И чуть раньше вы упомянули о том Что если есть сложности сезонные С пищеварением Лучше всего овощи тушить Чтобы они были мягче И лучше воспринимал их организм Но что касается витаминов Они остаются в этом случае в овощах? Как их сохранить? Когда мы термически обрабатываем овощи Конечно уже витаминов Таких вот О которых мы говорим Их не остается Но что остается? Что нужно желудочно-кишечному тракту От овощей, клетчатку Это такие грубые волокна Которые идут по всему пищеварительному тракту И как щетка Прочищают, выводят из кишечника То есть очень активно участвуют В процессах дезинтоксикации организма Выводят шлаки То есть это такие помощники Вот если вы помните Раньше пирамида питания Она была в основе Всегда лежал хлеб, крупы Вот сейчас крупы не работают Потому что они все ободраны Там нет грубых волокон Особенно когда мы их варим Да И поэтому овощи тушеные Нам нужны именно с этой целью Сырые овощи Конечно огромное содержание витамина С Это не лимон Это красный перец Он является основным источником Мы его редко тушим Мы его все-таки едим сырым И вот как источник витамина С Сладкий перец Это замечательный То есть называется болгарский перец Да, болгарский сладкий перец Причем в красном больше В желтом меньше, но все равно он лидер А затем уже идет лимон, лайм и так далее Вообще витамин С он очень уникальный Он антиоксидант Он активно участвует во многих процессах Но при этом его переизбыток Может тоже дать вот такие неприятные последствия Поэтому пищевой витамин С Который не синтетический А который идет вот как раз в овощах, фруктах Он редко дает такие осложнения, как гиперкислотность Потому что его усвояемость идет в основном в тонкой кишке А апельсины и прочие цитрусовые? Если нет аллергических реакций А сейчас очень много Потому что это цитрусовые Там состав витамина очень интересный Если есть переносимость Некоторые сорта мандаринов и апельсинов Я вот переношу хорошо А на некоторые сорта у меня тоже есть какая-то реакция По типу кожных высыпаний Но это обосновано тем, что Где выращен и как выращен Мы никогда не знаем до конца, чем обрабатывается Они, конечно же, нам полезны и нужны Мы прекрасно помним Новый год, детские времена Когда там мандаринка Она настолько или апельсинка грела Наше сознание о том, что праздник наступил Поэтому это праздничный фрукт Радостный Его нужно просто умеренно Сейчас есть помело Такой тоже фрукт очень интересный Там тоже содержится очень важный пектин Волокно, которое участвует во всех пищеварительных процессах Ну и совсем скоро уже пойдут ягоды В садах и огородах жимолость Насколько я помню Первая ягодка Богата очень витамином С И, насколько я понимаю, очень щадящей к организму Вообще мы витамины с вами все получаем с куста То есть когда летом есть возможность выехать и поесть прямо с куста ягоды Это просто замечательный источник Именно в этот момент нужно поесть Потому что в варенье этого уже ничего нет Варенье это просто радостный углевод Не всегда полезный Поэтому живая ягода Это самый главный источник всего, что нам нужно Это самый лучший витамин Представьте кустик, что это баночка с витамины И чем больше вы их съели, конечно, лучше организм Но нужна просто умеренность Если вы переносите хорошо ягоды То, в общем-то, проблем не будет Инна Петровна, что касается времени употребления витамина в том или ином его виде Допустим, фрукты Ну, то, что мы сейчас себе можем позволить в городе Фрукты Когда лучше есть? На голодный желудок после еды В каком объеме, в каком количестве? Фрукты никогда не рекомендуется есть на голодный желудок То есть мы должны уже что-то покушать Мы должны уже разогнать свою пищеварительную систему Ферменты То есть это всегда некий десерт И лучше, чтобы это происходило с 12 дня до 4, до 16 То есть это самый пик пищеварительной активности желудочно-кишечного тракта Все-таки фрукты являются углеводом И для того, чтобы из этого углевода нам получить энергию То лучше употреблять именно в этот период времени То есть не на ночь На ночь у нас желудочно-кишечный тракт ложится спать И все процессы биохимические замедляются Поэтому клетчатка Да, там клетчатка, там силос Там надо есть траву Овощи, баклажаны, капусты Да Поговорим теперь о воде Насколько она важна в правильном питании И в частности, опять-таки, упоминая о сезонных заболеваниях Сейчас в воде Человек опять поворачивает лицом к такому пониманию Что он вышел из воды Что когда он рождается на 90% его организм Каждая клеточка насыщена водой И мы очень хорошо можем с вами представить спелую сливу и чернослив Если мы рядом друг к другу положим То мы с вами увидим, какая большая разница Какая красивая, блестящая, спелая слива И какой сморщенный чернослив Поэтому вода – это источник жизни для нашей клетки Это среда обитания И недавно прошел такой замечательный праздник Как День Победы И очень часто звучало, что в блокадном Ленинграде Людей выхаживали, которые вот-вот уже считались умершими Чем же их выхаживали? Просто горячей водой Чуть-чуть сахара Наша клетка не может жить без воды Это ее среда обитания Все биохимические процессы, которые в ней происходят Это вода Поэтому очень важно человеку четко знать Сколько жидкости он должен потреблять То есть это не чай, это не суп Это именно чистая вода Это чистая вода И посчитать это очень просто То есть вы свой вес умножаете на 0,03 И получаете тот объем жидкости, который вы должны выпить в течение дня У нас, чем мы старше, мы почему-то начинаем меньше пить жидкости Ну, считаю, что нам достаточно На самом деле организму нужно очень много жидкости, чтобы синтезировать те же все пищеварительные соки, все биохимические процессы, почки вывести из организма шлаки Поэтому вода очень для нас принципиально важна И если человек пьет мало воды, он усыхает, он становится старше Если человек пьет достаточное количество воды, клетка его живет И все биохимические процессы протекают в ней правильно И очень важно еще понимать PH воды То есть она какая? Кислая или щелочная? Как это определить в домашних условиях? Есть тест-полоски, они сейчас продаются Специальная тест-полосочка, в которой можно определить и PH еды, и PH воды И самое главное знать, что PH живой воды – это 7-7,5, ну, в пределах 8 Все, что ниже 6 – это кислая, то есть это более мертвая вода То есть наш организм стремится всегда защелачивать все среды, в которых обитает клетка То есть для нас это живая среда обитания Поэтому вода на сегодняшний день – самый главный источник жизни и молодости Для любого человека в любом возрасте И чем старше, тем человек должен быть более притязателен к тому, что он пьет Поэтому наша вода из-под крана, конечно, она оставляет желать лучшего Это уже вода для технических нужд А все остальное нужно проверять, смотреть Очень многие пьют воду у себя на скважинах, колодцах Самая живая вода, наверное Да, ее нужно просто проверить, чисто тест-полоской посмотреть И порадоваться за то, что недры земли нам предлагают достаточно качественную воду по PH Инна Петровна, а что касается нашей привычки постоянно воду кипятить, перекипятить Это, насколько я понимаю, не лучшим образом сказывается на полезности этой воды Мы тем самым ее обеззараживаем для того, чтобы все-таки с водой она может нести в себе разные составляющие Как по микроэлементам, так и по живым Поэтому кипятить воду нас приучили в целях самобезопасности Но вот если вы померите PH-полоской горячую воду То она как раз-таки будет более щелочная Холодная вода, она более кислая То есть кипятить воду нужно для того, чтобы просто ее обеззараживать Но здесь нужно как раз-таки выбрать тот источник и того производителя, который нам сегодня предлагает Разный набор и вид Минеральной воды, просто чистой воды И зажиталая вода Зажиталая вода, она считается тоже живой И PH, если мы ее определим, она будет выше 7 Но мы не знаем по ее населенности, кто там живет Потому что вода может нести в себе тоже различные источники То есть вы рекомендуете все-таки кипятить? Конечно, это просто обезопасить Любую воду, будь то из магазина, из скважины Из скважины, да, потому что здесь она все-таки проходила через нядры земли И источник может быть заражен Ну а то, что бутылированная вода, ее, как правило, уже обеззараживают Поэтому она, в общем-то, считается для нас безопасной И в этом случае можно просто подогреть? Просто подогреть, можно просто холодную пить Вы упомянули о возрастном влиянии воды и питания на возраст Давайте немножечко, у нас есть еще время, поговорим Именно о том, как продукты могут помочь нам Как можно дальше отодвинуть период старения И что это за продукты? Сейчас доказано, что старение, это, конечно, закономерный процесс Но мы можем на это влиять Если мы знаем, как использовать свой организм правильно Что ему нужно для построения, для правильной структурирования клетки Мы знаем, насколько мы на сегодняшний день тот или иной элемент питания потребляем То человек может выстроить для себя схему, систему такую В которой пищевые нутриенты являются номером один В первую очередь это белок То есть мы с вами все белковые структуры Наша клетка состоит из белка То есть это построительный элемент И есть очень важный момент Какой белок мы на сегодняшний день потребляем То есть есть животный белок, есть растительный белок Есть еще химический, насколько я понимаю, белок, который в спортпитах продается Это белок из сои, то есть это растительный белок Но чем мы старше, тем нам сложнее уже из более сложной и грубой пищи добывать белок То есть речь идет о красном животном мясе Поэтому человеку нужно переходить на более легко добываемый белок Это морепродукты Но белок в рационе человеку необходим Потому что белок это источник и носитель всех необходимых веществ в клетку Поэтому первый момент, когда мы говорим о антивозрастных принципах жизни То нужно понять, сколько белка человеку нужно Его соотношение и качество этого белка То есть да, соотношение растительного и животного Но животное происхождение белка должен быть легким белком Это морепродукты Это рыба, это креветки Он более легко добывается пищеварительной системой С меньшими энергетическими затратами Пищеварительных ферментов Второй момент Подождите, пожалуйста, еще прерву В какой рыбе? Ну, креветки, понятно У нас их не так много видов В Кирове Морской Но и речная рыба тоже нам полезна Белая Ну и красная рыба тоже нам полезна Просто рыба, это немножко другой белок Если мы посмотрим мясо, это волокнистая структура А это немножко другой белок Поэтому морепродукты Все знают, что жители Японии и так далее, которые живут на морепродуктах, они живут дольше Италии, Юго-Франции Потому что белок, как построительный элемент, очень быстро приходит в нужную клетку А если есть более сложный белок, мясо, да, волокнистое То здесь очень много идет процессов, которые приводят к зашлаковыванию Что касается соевого белка, поясните, пожалуйста, здесь ситуацию Соевый белок в один прекрасный момент взлетел Ему пели огромные дифирамбы Так как источник достаточно простого белка растительного Который тоже идет на построение Он тоже достаточно хороший строительный материал Но есть разница в его составе по аминокислотам И если раньше считалось, что он полностью заменяет животный белок То теперь мнение немножко изменилось То есть все-таки это растительный белок У него есть свои плюсы, но есть и свои минусы Поэтому полностью заменить животный белок на соевый белок Сейчас никто не рекомендует То есть нам все равно, мы все равно с вами по своей природе хищники Мы млекопитающие И мы должны есть животный белок для того, чтобы определенные органы и ткани Не теряли себя в объеме Ну и сохраняли свою функцию Соевый белок сейчас очень активно везде применяется Вот в спортивных питаниях и так далее Синтетический белок, он быстро усваивается организмом На него не тратятся никакие силы на пищеварительный сам процесс, обработку Но его эффективность достаточно низкая для организма Поэтому у него есть четкая точка приложения И мы знаем, что спортсмены активно это употребляют А любой человек должен все-таки жевать Чтобы жевательный аппарат работал Потому что с этого начинается вещь, желудочно-хишечный тракт Вот в плане соевого белка С белком понятно, на что еще обратить внимание? Еще обратить огромное внимание опять-таки на клетчатку На те овощи и зелень, которую мы едим Скоро зелень появится Зелень несет для нас огромный источник микроэлементов Которые она почерпнула из земли Зелень очень нам нужна Она является таким биологическим субстратом На котором желудочно-кишечный тракт Также активно работает И помогает усваивать тот же белок Если мы знаем, что в горах люди едят мясо очень тяжело Но при этом огромное количество зелени Потому что зелень идет по желудочно-кишечному тракту И собирает все продукты распада То есть зелень, клетчатка для нас очень важна Потому что по длине протяженности желудочно-кишечного тракта Мы с вами коровы Да, у нас пищеварительный тракт так устроен Нам нужен силос Нам нужна вот эта вот зеленая подушка Ну и в ресторанах ведь очень часто Сейчас предлагают что-то на зеленой подушке Это именно с этим связано То есть уже понимание в этом есть И очень важно в вопросах антивозрастных Это все-таки понимать Какой объем углеводов мы потребляем То есть углеводы Простых имеется в виду углеводов? Любых Углеводы для нас источник энергии То есть мы с вами энергетичны Мышца работает за счет того, что она построена из белка А вот энергией для него является углевод То есть мы с вами съели конфету Она очень быстро всосалась полость рта И этот углевод бежит к любой клетке Которая начинает активно работать Но вот задача любого человека Понимать, что углеводы Несут в себе еще и отрицательные моменты То есть они закисляют среду И если мы потребляем много углеводов А это могут быть Очень опасные углеводы Являются крахмалистые Вот картошка, рожки Потому что на их Бананы причисляют к этому числу Да, и бананы тоже На их расщепление в организме идет Огромное количество инсулина Инсулином мы рождаемся Желудочная железа У нас имеет определенный запас клеток И поэтому он не бесконечен И здесь нужно быть очень аккуратным И должны быть полезные углеводы А это сложные углеводы Это все каши Пусть даже они сейчас ободраны И нет важного жесткости в них Но углевод сложный Который организм медленно высвобождает И отдает каждой клеточке Именно такой углевод нам полезен А все торты, конфеты Это порадовать себя может Вот так вот один раз в году Как в Америке Как в Америке Как раз сегодня 11 мая Как раз сегодня Будем их поздравлять С их весьма интересным праздником Вот это важные моменты понимания того Что чем старше человек Тем он должен быть избирательней Он должен понимать Как приготовить пищу Он не должен ее жарить Потому что там тяжелоплавки Жиры образуются И организму очень сложно Их переработать и вывести Они откладываются в запас И вот этот вопрос ожирения Становится сейчас во главе угла Многих заболеваний Ну что, на этом программа Слушайте доктора Плавно подходит своему концу Сегодня в гостях у нас была Инна Крижевских Терапевт-гастроэнтеролог Заведующая поликлиникой Центра диагностики и лечения ЛАЙТ Инна Петровна Давайте еще тезисно Кратко Об обоих направлениях Которые мы сегодня обсуждали Поговорим То есть первое Что мы сегодня обсудили Это сезонность В пищеварении Насколько важно Обращать внимание на то Что мы едим именно сейчас Давайте еще раз по пунктам На что обращаем внимание В сезонность Я призываю людей Быть в отношении к еде Более разборчивым Есть более легкую пищу И если есть какие-то жалобы Неприятно еще Не обязательно обратиться к врачу В любом случае обратиться Потому что есть препараты Которые упоминали Которые помогают организму Справляться с кислотностью Справиться с данной ситуацией И еще мы успели обсудить Очень на мой взгляд Важную тему Это то Как приблизиться К бесконечной жизни К красоте К долголетию Да С помощью Как распитания Того с чем мы сталкиваемся Каждый день Это Поправьте меня Если я ошибаюсь Во-первых Вода В первую очередь Вода всегда И во всем Это белки Которые мы можем получать Из морепродуктов Из рыбы Из креветок И это клетчатка Конечно же Которая Помогает нашему организму Избавляться от всего лишнего И всего ненужного Правильно? Правильно Это хорошая щелочная вода И правильно Сбалансированное питание В котором присутствуют Качественные белки Итак Инна Крижевских Терапевт-гастроэнтеролог Заведующая поликлиникой Центра диагностики лечения Лайт Можно записаться на прием К вам Обязательно На консультацию Звоните Записывайтесь Это была программа Слушайте доктора У микрофона работала Вера Власова Всем прекрасной погоды И следите за тем Что вы едите Всего доброго Будьте здоровы Будьте здоровы Слушайте доктора Имеется противопоказание Проконсультируйтесь У специалиста Проконсультируйтесь